Доброе утро, друзья! Рад всех приветствовать! Всех с наступившими праздниками! Сегодня у нас еще один праздник, что здорово, особенно для России, который иностранцы селятся понять, но у них это получается с большим трудом, то есть старый Новый год, поэтому всех с наступающим Новым годом! Рад, что мы с вами нашли время, несмотря на праздничный день, собраться для того, чтобы совместно поработать над достаточно важной для нас всех темой эта тема управления стрессом. И, конечно, этот вопрос, он актуален абсолютно для любого региона, любого города, маленького, большого. Ну, наверное, в маленьких городах стресса несколько меньше, хотя в маленьких городах свои стрессы, в больших городах свои проблемы, и иногда сами праздники тоже становятся проблемой. Мы с вами нередко слышим из СМИ сообщения о том, что многие люди просят уменьшить количество праздничных дней у нас в стране, потому что впадают в новый вид стресса, не знают, чем заняться. Вот это, конечно, немножко удивительно, я думаю, что для многих из вас, а для меня абсолютно непонятно, потому что как минимум можно в празднике почитать хорошую книгу, которую не успеваешь прочесть в будни. Поэтому я надеюсь, что вы не обладаете вот именно этой проблемой, потому что та активность, которую проявляют люди, занимающиеся продвижением здорового образа жизни и, в частности, такого важного инструмента поддержания здоровья, как продукты природного происхождения, которые в России называются биологически активные добавки, я думаю, что и в праздники тоже занимаются делом. Однако, конечно, начинают сказываться и чисто природные факторы, особенность соотношения между световым днем и ночью, некоторые, скажем, влияния таких факторов, как холодный воздух, таких факторов, как меняющаяся влажность, это все тоже, конечно, на человека влияет серьезно, и чем это более жесткое влияние, тем результаты могут быть более, скажем, выражены. Вот, и это все стресс, потому что мы с вами нередко ошибаемся в том, что мы под стрессом подразумеваем исключительно различные психоэмоциональные воздействия, вот, и мы так привыкли, что все мы находимся в стрессе, в смысле в каких-то проблемах, вот. Но на самом деле стресс – это гораздо более широкое понятие, и для организма я могу сказать, в принципе, безразлично, какова природа стресса, потому что те реакции, которые возникают в организме под воздействием любого возмущающего фактора, психоэмоционального или фактора физической природы, то есть меняющийся климат, или какая-то угроза, которая возникает здоровью, связанная с проникновением патогенных каких-то микробов или, допустим, вирусов, в итоге, как ни странно, организм отыгрывается практически по одному и тому же сценарию. То есть природа в этом плане, она не грешит разнообразием, и существует лишь небольшое количество шаблонов, которые позволяют организму решать самые разнообразные, казалось бы, задачи, но примерно сходным путем. Поэтому мы сегодня с вами и будем говорить, по сути говоря, об этом, одном из универсальных путей решения вопросов с противодействием стрессам, и надеюсь, что нам с вами это все будет полезно. Рад, что сегодня у нас достаточно большая, как всегда, впрочем, география. Представлены очень многие регионы страны, как с запада на восток, так и с юга на север. Поэтому всем, конечно, поздравления еще раз с наступающим окончательным уже праздником новогодним. И пожелания успешно проведенного сегодня времени и результата. Вопросы давайте с вами договоримся, будем задавать в чате в процессе. Вот, если что-то возникает, я за чатом буду наблюдать по возможности. Вот, и, конечно, если вопрос будет такой прям очень насущный, важный, буду отвечать. Очень прошу вас не задавать вопросы, касающиеся конкретных проблем со здоровьем вашим или ваших близких, потому что мы сегодня не нацелены на решение этой задачи. У нас не дистанционная консультация, такая групповая. Вот, у нас сегодня с вами работа, связанная с темой стресса в более широком смысле этого слова. Поэтому вопросы прошу вас задавать, конечно, те, которые будут интересны всем участникам вебинара. И те, которые принесут пользу максимальную, потому что будут носить универсальный характер. Ну, а, конечно, уже вопросы более персональные. Это уже, я думаю, что в процессе следующего года каких-то очных встреч в Москве, в регионах мы с вами по возможности, я думаю, что обсудим. Итак, вот такой слайд стресс-болезнь 21 века. Возникает вопрос, справедливо ли в полной мере такое утверждение? То есть, вот, скажем так, мы очень часто слышим такой тезис. Я бы даже иногда бы такое утверждение поставил бы под знаком вопроса. Вот. И в скобочках вопрос и восклицательный знак одновременно. И, наверное, я бы более справедливо было бы сказать, что в каждый период жизни человечества существовали стрессы. И вообще, сколько существует человек, стрессы будут всегда. Потому что в зависимости от эпохи, в которой живет конкретная группа людей, населяющая планету, стрессы носят свой характер. Вот. Ну, безусловно, что на сегодняшний момент стрессов стало больше, потому что увеличилось количество стрессогенных факторов. Но, однако, стрессогенные факторы всегда были, есть и, судя по всему, будут еще достаточно долго. И вообще стресс, в широком смысле слова, это некое влияние на живой организм, потому что стрессу подвержены, хочу обратить ваше внимание, отнюдь не только люди, а мы с вами должны прекрасно понимать, что подвержены все живое, начиная от одноклеточных организмов и кончая млекопитающими всех видов. Вот. И все то, что находится между этими двумя, так сказать, группами крайними, это и растения, это и примитивные животные, и совершенные, все они подвержены стрессу. Стресс – это попытка внешней среды, ну, в данном случае, когда речь идет о влиянии сил природы, это скорее не осознанная попытка, а естественная, связанная с меняющимися условиями этой внешней среды, повлиять на организм, который может привести, к сожалению, мы должны с вами понимать, в том числе и к его гибели этого организма. То есть, есть запредельные уровни стресса, которые к этому приводят. Но, конечно, так бывает значительно реже. В основном, это те воздействия, которые приводят к тем или иным формам реакции организма на это воздействие. И вот реакции, я вам хочу сказать, что они достаточно универсальны. И основной и главной реакцией на любые воздействия является увеличение количества выработки энергии организму. То есть, организм пытается садаптироваться к меняющимся условиям, увеличивая количество вырабатываемой энергии. Но для того, чтобы это происходило, нужны мощности определенные, как на электростанции. То есть, нет никакого смысла врубать на полную мощность рубильник, на электростанции, если не подвезено топливо, которое будет обеспечивать выработку той самой энергии. И вот человеческий организм, в принципе, работает абсолютно точно так же. Другое дело, что за время существования человека менялись виды стрессов. И мы понимаем, что древний человек, это был человек, который прежде всего был подвержен стрессам влияния сил природы. И почему для нас это важно с вами? По одной простой причине, что в генетической памяти человеческой это все сохранилось очень ярко. И психологи говорят, что это на уровне подсознания. Биологи, естествоиспытатели говорят, что это на уровне клеточной памяти. То есть, это зашито в геноме человека, в частности. Я думаю, что истина лежит посредине. Существуют, судя по всему, видимо, и материальные, и нематериальные формы носителей памяти. Поэтому будем надеяться, что в каком-то ближайшем будущем и психологи, и естествоиспытатели друг друга поймут и даже соединятся вновь для того, чтобы вообще понять, что такое человек. А человек это явно психосоматическая конструкция. Так вот, вот эта психосоматическая конструкция, она, как ни странно, обладает не только памятью о том, что происходило с конкретным человеком в течение его жизни, но удивительным образом в генетическом аппарате, а возможно и в каких-то других формах, которые обеспечивают запоминание информации, существуют вшитые стандартные, как сейчас говорят, кейсы, воспоминания о том, что происходило очень-очень давно. И как ни странно, как ни странно, это очень сильно отражается на нас, потому что мы склонны реагировать в очень таких жестких условиях стресса примерно так же, как реагировали наши очень-очень давние предки. То есть, если на уровне первобытно-общинного строя люди прежде всего опасались диких животных, опасались безусловно холода, который мог погубить данную, допустим, группу людей, которая называлась, наверное, племя. И, конечно же, опасались голода, то есть, невозможности создать необходимое количество запасов еды на определенный срок, когда эта еда становится более труднодоступна для получения, то есть, в основном, это, конечно, зимний период. Ну и постепенно возникла такая проблема, как возможное посягательство на, скажем, независимость племени со стороны другого племени. Вот все модели, которые создаются на сегодняшний момент, а есть очень интересные эксперименты, которые воссоздают в течение пленного продолжительного времени вот этого состояния первобытности. И не только те медиапроекты, которые мы наблюдаем, которые по-разному называются, там, остров и так далее, где люди в течение месяца, допустим, находятся в пленных сложных условиях, должны, так сказать, выжить. Но это не модель. Существуют более серьезные эксперименты, уже проведенные, где в течение нескольких лет люди были оторваны полностью от современной действительности и вынуждены были выживать. И вот в этих условиях вот это вот понятие стресс, оно проявляется вот в таких очень конкретных примитивных формах. То есть, страх, голода. И самый интересный момент, что есть еще один очень важный аспект стресса, который является очень древним. Это страх потери социализации. Вот потеря социализации, то есть возможность быть изгнанным из своей группы, это очень-очень древний инстинкт, который, между прочим, серьезнейшим образом влияет на поведение очень многих людей. И люди неосознанно стараются защититься от влияния данного фактора. Какова же система защиты от влияния данного фактора? Она очень простая и абсолютно инстинктивная. Это попытка представить себя в наилучшем свете перед социумом. Вот. То есть, доказать, что твои компетенции нужны группе. И если существует еще один человек, который обладает такими же компетенциями на таком же уровне, то включается следующий механизм, который защищает от возможной элиминации из социума. Это механизм называется «понравится группе». Вот. Поэтому, если есть два сапожника с одинаковой квалификацией, то, судя по проведенным экспериментам, в группе останется тот, который наиболее коммуникабелен и менее проблемен. То есть, как правило, это человек экстравертной конституции, настроенный на достаточно хорошее, позитивное общение. Человек, не создающий излишних конфликтов. И вообще, как мы любим говорить, приятный человек. Вот это очень древняя, так сказать, система. Она работает стопроцентно в настоящее время. Если вы задумаетесь об этом вопросе, вы это увидите совершенно четко в самых разных моделях. Начиная от семьи и кончая большими рабочими коллективами или даже огромными различными корпорациями. То есть, люди склонны бороться за свое место в социуме. Склонны удерживать всеми возможными способами эту позицию. И если что-то начинает этой позиции угрожать, то человек неосознанно абсолютно включает механизм, который называется понравиться. Первое, доказать, что он хорошо работает. Причем работает не обязательно совершенно, еще раз говорю, на работе. А это касается и семьи. То есть, хорошо выполняет свои семейные обязанности. И второй момент, если есть такой же хорошо работающий человек, то стать более комфортным в общении. И вот это вот большая проблема. Это потому что очень сильно влияет на модель поведения. И если результат не достигается, обращаю ваше внимание, то есть, группа продолжает настаивать на том, что данный человек должен ее покинуть. Это не значит, что он как раньше должен уйти в лес. И в этом лесу замерзнуть и оголодать. А он просто должен перейти в какую-то другую группу. То для людей это огромный стресс. И я хочу сказать, что вы, в общем, наверняка эти ситуации просто буквально наблюдаете каждый день. Возможно, что наблюдаете на своем примере. Это очень сильный страх, который существует, например, у пожилых людей. Потому что вот эта борьба за выживание, она приобретает зачастую самые, что ни на есть, неприглядные формы. Потому что когда в семье не сложилось отношений, которые бы основаны были на нечто большем, нежели чем отношения «ты мне, я тебе», то когда человек стареет, и он уже не может внести полный вклад в деятельность семьи с этой точки зрения и в этой концепции, то он, по сути говоря, рискует оказаться лишним в этой группе. Отсюда такое, в общем, неприглядное, ну, к сожалению, ну, на мой взгляд, во всяком случае, явление, как передача пожилых людей, пожилых родителей при наличии живых родственников, детей и внуков в дом престарелых. Это все именно рождается из вот этой очень древней ситуации, когда из племени изгоняется ослабленный член племени, который не может уже вносить реальный вклад в деятельность данной группы, и когда группа должна его содержать. Вот. И когда отношения в группе построены не на высокоэтичных принципах, а на принципах вот просто банального обмена и наличия вклада или отсутствия этого вклада в общее дело, то такие, к сожалению, вот явления, они становятся чуть ли не нормой. Вот. И даже, что удивительно, не вызывают никаких мучений совести у тех людей, кто так поступает со своими родителями, которые забывают о том, что когда-то они сами были абсолютно беспомощными, и их растили, их каким-то образом, так сказать, все их недостатки на них смотрели сквозь пальцы, вот, пока они не выросли и вдруг не окрепли, и не заняли вот такую, так сказать, абсолютно потребительскую позицию. Это же касается и жестких отношений в очень многих трудовых коллективах. Особенно это, конечно, обострилось в последнее время, когда идет высокая конкуренция за место на рынке труда. И вот та картинка, которая сейчас находится на слайде, она как раз это, собственно говоря, и демонстрирует. О том, что человек, ну, по большому счету, в современном мире занят одним главным вопросом – выживание. Вот. Выживание, причем совершенно не обязательно связанное с нехваткой денег, обращаю ваше внимание. Даже при наличии денег человек боится быть отторнутым социумом, боится конкуренции. Вот. Отсюда очень много конфликтов в, скажем, различных рабочих коллективах, когда приходит более образованный, более талантливый сотрудник. Или, например, приходит сотрудник более молодой, то есть более работоспособный. Вот. Соответственно, сотрудник более старшего возраста и менее расторопный начинает всерьез опасаться за свое, так сказать, будущее и впадает в состояние стресса. Обратная картина – приходит молодой сотрудник на работу, а там все уже в возрасте, и этот молодой сотрудник нередко попадает в ситуацию, которая в армии называется дедовщина. Вот. И становится, скажем так, мальчиком или девочкой на побегушках у данной группы. Вот. Что, естественно, очень больно бьет по самолюбию. И самое интересное, что рождает в этом сотруднике желание реванша, а нет более жесткого господина, чем бывший раб. Это мы прекрасно знаем. Вот. Поэтому вот в армии, я, например, служил в армии, я это все наблюдал, все эти, так сказать, отношения. Между ребятами же, которые служат в армии, ну, сейчас год служит, а в мое время служили два года, всего разница в год. А там выстраивается такая мощнейшая иерархия, вот, которая зачастую просто уже в корпорациях становится более продвинутой моделью, уже не в течение там нескольких лет, а в течение уже ряда лет. Вот. Когда человек, находившийся в угнетенном состоянии в такой группе, наконец, достигнув оплеленной позиции, сам становится мощным угнетателем и жаждет реванша, как говорят, свежей крови. Вот. Поэтому приходящие молодые сотрудники становятся объектом воспроизводства вот этой модели, и она может воспроизводиться очень-очень большое количество поколений, пока существует компания. Вот. Вот такие вот серьезнейшие вопросы. Что сейчас? Хочу сейчас посмотреть, что у нас в чате. Ну, пока я вижу в основном поздравления. Вот. Некоторые вопросы по поводу продукта витаминно-минерального В-комплекса. Но к этому мы еще подойдем. Мне сейчас хотелось бы, чтобы вы поняли основу вообще того, о чем мы говорим. Вот. Потому что современный человек, помимо того, что он отрабатывает вот эти модели поведения, о которых мы сейчас говорим, еще становится сейчас в особую позицию по отношению к так называемому информационному стрессу. Вот. И вот как раз этот слайд, он это демонстрирует, о том, что человеку уже показывают на часы, то есть надо ускориться, да, и делать как можно быстрее. Человеку дают телефон, напоминая о том, что ему надо сейчас немедленно вступить в кем-то, в коммуникацию, а человеку еще нужно в это время обдумать, что делать. И все это происходит в режиме реального времени. И, конечно, вот такая ситуация людей, которые не обеспечены ресурсами нормальной реакции на подобные, в общем-то, воздействия, если они продолжаются в течение определенного времени, даже не очень долгого, но даже в течение месяца, просто создают так называемый эффект выгорания эмоционального, вот, когда человек просто садится, берется за голову, и вообще ему уже, по сути говоря, ничего не хочется, кроме того, чтобы его просто оставили в покое. Но это на работе. А если человек пришел еще домой, и то же самое продолжается дома, то человеку вообще уже хочется куда-то просто сбежать. Вот. И таких людей, к сожалению, много. И люди в такой ситуации склонны реагировать достаточно однотипно и по-разному. Одна группа людей впадает в состояние депрессии и ступора, а другая группа людей становится повышенно агрессивными. Иногда в одном и том же человеке могут чередоваться эти две реакции. С чем они связаны? Они связаны с очень простой, так сказать, ситуацией, с тем, что у нас есть симпатическая и парасимпатическая нервная система. Симпатическая нервная система нас бодрит, настраивает на более активную работу, а парасимпатическая система нас, наоборот, расслабляет и успокаивает. И днем активна в основном симпатическая система, а ночью в основном парасимпатическая. Симпатическая система – это все виды активной деятельности. Это деятельность вовне. Парасимпатика – это работа вовнутрь и в основном связанная с скрыто неосознанно текущими физиологическими процессами. Например, с деятельностью желудочно-кишечного тракта. И люди делятся на две категории. Это люди, у которых превалирует деятельность симпатической нервной системы и превалирует деятельность парасимпатической нервной системы. И у той и у другой категории есть оба типа систем, которые в норме, в идеале должны быть между собой сбалансированы. Но так получается очень редко. И в основном люди склонны к доминированию одной системы над другой. То есть одни слишком перевозбужденные обычно, а другие слишком заторможенные. И вот под действием стресса, собственно говоря, и будет развиваться два типа таких вот принципиальных реакций. Вот эта тревожность у людей симпатотоников. То есть они будут находиться постоянно в состоянии неосознанной или осознанной тревоги за либо конкретные события, либо вообще беспричинно. И сама тревожность, она тоже бывает, скажем, нескольких подвидов. Вот. Причем есть стереотипные виды определенной тревожности. Вот. Ну, например, очень стереотипна тревога за близких. Вот. Это тревога, связанная с страхом, что с близкими что-то случится. Вот. Не дай бог даже самое что-то плохое. И поэтому человек, когда он находится в состоянии стресса, вот такая тревожность особенно обостряется. И рисуются разные печальные картины в голове. И человек все время ожидает плохих известий. Вот. И если близкий человек не выходит в положенное время на связь, не вступает в коммуникацию, если до человека нельзя дозвониться или еще каким-то образом не отвечает там на электронную почту, то человек начинает предполагать самое плохое, потому что у него уже в голове эти сценарии все сформированы под действием стресса. И, конечно, такому человеку очень непросто, потому что пока он не вступит в коммуникацию с близким человеком, не убедится, что там все нормально, он вообще не может ничем заниматься и, по сути говоря, неадекватен. Значит, вторая группа людей, они впадают в состояние депрессии. Вот. То есть они, грубо говоря, перестают уже о чем-то беспокоиться. Вот. Они просто замыкаются в себе. Причем они могут в этом состоянии находиться, к сожалению, долго достаточно. И это могут быть месяцы. Вот. Поэтому такой человек, он фактически механически живет, механически питается, спит, вот, но никакой продуктивной деятельности не совершает. И иногда такой человек, в принципе, вообще не работоспособен. Поэтому у парасимпатотоников длительное воздействие стресса может кончиться вот такой затяжной депрессией. Вот. Ну, эмоциональная неустойчивость. Вот. Это, скорее, предстадия вот этих обоих состояний, когда человек начинает неадекватно реагировать на различные воздействия, совершенно не соответствующие тому уровню реакции, который у него возникает. Вот. Вот. Этот человек, он в достаточной степени раздражителен. Вот. Быстро, так сказать, входит в конфликтную позицию. Вот. На просьбы выполнить какое-то обычное задание реагирует неадекватно. Вот. Способен грубить, способен, в общем-то, повышать голос. Вот. Ну и так далее. И вот длительный такой стресс, выгорание людей под воздействием стресса, оно приводит к тому, что коммуникации между людьми и в коллективе, и в семье могут нарушаться. И с таким человеком очень сложно конструктивно о чем-то договориться. И, как правило, этого делать и не надо. Вот. То есть надо человека оставить в покое, дать ему возможность выйти из состояния вот такого вот загнанности в угол. Вот. Тогда он будет адекватно отвечать на те запросы, которые поступают к нему извне. В противном случае это абсолютно неконструктивный диалог. И нет никакого смысла его продолжать. Повышенная утомляемость. Это тоже один из таких очень мощных, так сказать, симптомов. И повышенная утомляемость. Нередко это состояние, при котором человек уже просыпается, не способный к никакой деятельности. Вот. То есть ему встать даже с постели утром уже проблема. И по большому счету ему и не хочется просыпаться. Более легкая форма, когда человек совершенно откровенно утомлен к средине дня. Вот. Когда в средине дня, если он не отдохнет, то следующую половину дня он нормально работать не может. Особенно, если эта работа связана с какой-то напряженной ответственной деятельностью. Это может быть оператор, например, там, диспетчер в аэропорту. Это может быть водитель, который после обеда может просто заснуть за рулем. И, к сожалению, мы с вами периодически слышим о том, что такие ситуации возникают, приводя просто к человеческим жертвам. А если заснет даже на минуту диспетчер, то может упасть целый огромный самолет. Вот. Поэтому в системах охраны труда, особенно в тех профессиях, которые могут повлечь за собой сильные катастрофы и человеческие жертвы, за этим следят очень пристально. И на сегодняшний момент даже есть регламенты ГИБДД, которые запрещают водителю, дальнобойщику находиться за рулем больше определенного срока. Вот. То есть, как только истекает это количество часов, он обязан отдохнуть и после этого только может продолжить, в общем-то, свой путь. То же самое касается, естественно, таких вот профессий, как водители, простите, машинисты поездов, конечно, диспетчеры, конечно, сами летчики, ну и так далее. То есть, за этим очень пристально следят, и людей просто отстраняют от деятельности, если выработано определенное количество часов, потому что это несет угрозу жизни людей. Ну а когда профессия не связана с этим вопросом, ну, как ни странно, удивительно даже, что работодатели на это не обращают особого внимания. Если это, простите меня, перегруженный бухгалтер, вот, то работодатель может просто ему давать все новые и новые задания, видя, что человек уже неадекватен, вот, и выражать все время недовольство о том, что он еще предыдущий не выполнил, а надо уже делать следующее. Вот, вот это абсолютно бессмысленная тактика, потому что она приводит к ошибкам, причем ошибкам, которые могут стоить очень дорого. Поэтому человеку крайне важно дать возможность отдохнуть, и если он хронически находится в состоянии стресса, то есть на службе какой-то аврал, то после этого аврала обязательно надо дать всем отдохнуть, и тогда люди опять войдут в нормальное состояние, в противном случае они не работоспособны, и многие, к сожалению, руководители это абсолютно не понимают, то есть у них отсутствует управленческая культура в этой сфере, потому что многие создатели, в том числе своего частного бизнеса, они являются самоучками просто, то есть они не обладают навыками вообще управления людьми, эти навыки они вырабатывают просто жизненным опытом, вот, и судят по себе, то есть, а у людей разная работоспособность, и многие руководители сильные люди, очень, так сказать, привержены своей идее, если не сказать, что фанатики своей идеи, им почему-то хочется, чтобы все остальные работали именно в том же ритме, а люди согласно своей, как бы, природной конституции, особенно парасимпатотоники, они не могут в таком ритме работать, стягать их бесполезно, потому что падает продуктивность, поэтому крайне важно чередовать отдых и работу. И, соответственно, дальше, помимо вот такой вот утомления, которое возникает у людей, оно, так сказать, начинает, как говорят медики, соматизироваться это утомление, то есть оно начинает переходить уже определенные барьеры, приводя уже в итоге не просто к утомлению, а приводя уже к формированию заболеваний. Это уже, к сожалению, совсем плохо, потому что эти заболевания могут остаться на всю жизнь. Я обращаю внимание, что крайне важно самим людям следить за этой ситуацией. Никакая работа, никакие иные цели не могут быть той ценой, которую нужно заплатить за то, чтобы получить хроническую болезнь в результате какого-то аврала. А эти хронические болезни потом, к сожалению, убрать полностью не представляется возможным. И первыми и главными здесь являются заболевания желудочно-кишечного тракта. Отнюдь не сердечно-сосудистые, как мы думаем, и отнюдь не так, как написано на слайде. А желудочно-кишечный тракт нужно поставить на первое место. Прежде всего, нарушается функция продвижения пищи. Отсюда либо избыточная диарея, либо избыточная задержка, то есть запор. Это в зависимости, кстати говоря, от типа личности. Если симпатотоник человек, у него будет запор прежде всего, то есть он будет удерживать, так сказать, вот этот вот пищевой комок. А если человек парасимпатотоник, то будет прежде всего диарея. А симпаты и парасимпатотоники – это то же самое, что жаворонки и совы. Вот жаворонки – это симпатотоники, парасимпатотоники – это совы. То есть жаворонки прежде всего рано встают, много работают днем, но перевозбуждены и, в общем-то, к вечеру уже, как правило, слабо работоспособны. Совы, наоборот, любят поспать, встают по возможности поздно, поэтому для них как острый нож прийти к 8 утра или к 9 на работу. Но зато к вечеру они очень мощно разгоняются и могут работать до часа, до двух ночи совершенно спокойно, когда жаворонки уже абсолютно не работоспособны. Поэтому это два типа личности. Так вот это отразится на функции желудочно-кишечного тракта, так как я вам рассказал. И, соответственно, второе, что будет очень важно, и что для нас с вами принципиально, это влияние на всасывание питательных веществ. Состояние стресса будет это всасывание нарушать, потому что так работает вегетативная нервная система, что вот эти стрессогенные факторы, они усиливают ее функцию, вот, причем не просто усиливают, а извращают. И те процессы, которые должны идти в норме в тонком кишечнике, в толстом кишечнике, в желудке, они идут неадекватно. То есть организм начинает недополучать питательных факторов. Их, как мы с вами знаем, в пище и так-то в современной не очень много, а в условиях стресса это будет всасываться в несколько раз хуже. То же самое касается и различных факторов, которые мы пытаемся добавить к питанию. Поэтому стресс лучше предотвращать, чем потом пожинать его плоды. Конечно же, это будет отражаться на функции сердечно-сосудистой системы. Сердечно-сосудистая система будет реагировать либо повышением, либо резким снижением артериального давления. У симпатотоников возникнет в итоге гипертония, причем сначала корректируемая, а потом устойчивая, которая уже приведет к тому, что человек вынужден будет использовать пожизненное лекарство, снижающее артериальное давление. А у паросимпатотоников возникнет выраженная гипотония, вялость и необходимость все время пользоваться, к сожалению, такими стимуляторами, как, например, кофе, для того, чтобы хоть как-то проснуться. В дальнейшем это может приводить к более тяжелым последствиям, потому что нарушается обмен холестерина под действием стресса, и холестерин начинает повышенно окисляться в просвете сосудов, начинает повреждаться сама стенка сосудов, и эти два фактора приводят к тому, что холестерин может в этой стенке сосудов осаждаться. Это происходит под влиянием свободных радикалов, которые являются универсальным результатом любого стресса. Поэтому нарастание свободно-радикального процесса, окисление является одной основной реакцией, которая происходит в результате острого или хронического стресса. Ну и, соответственно, снижение иммунитета. Снижение иммунитета будет идти также под воздействием свободных радикалов. Снижение иммунитета будет идти как результат недостаточно всасывания необходимых для функции иммунной системы питательных веществ в результате извращенной функции желудочно-кишечного тракта. И это приведет к одному большому результату. Сначала это подверженность различным вирусным респираторным заболеваниям, а при более запущенной ситуации подверженность более сложным проблемам с иммунитетом, возможности развития аутоиммунных заболеваний различных, которые уже являются хроническими. И, например, заболевания щитовидной железы, то есть аутоиммунный тироидит. И в итоге может приводить даже к доброкачественным, а в конечном счете и к злокачественным новообразованиям, то есть к раку. Вот это все мы должны с вами понимать и, конечно же, стараться предотвращать. Так, что у нас в чате? Да, ну, снятие стресса, этот вопрос как бы обсуждается, я вижу, так сказать, вами активно. Конечно же, подходы к вопросу снятия стресса связаны не только с питанием, то, что мы сегодня с вами рассматриваем, но и, конечно же, связаны с такими очень важными технологиями, как аутотренинг, с такими технологиями, как индивидуальная групповая психотерапия. Но хочу обратить еще раз ваше внимание, что стресс – это не только стресс психологический. Стресс – это воздействие самых различных факторов на человека, которые усугубляют психологический стресс. То есть перепады температур, колебания артериального давления. Очень важным фактором является колебание солнечной активности, то есть магнитного поля Земли. Это мы с вами прекрасно знаем, и особенно это отражается на метеозависимых людях. Поэтому, когда накладывается несколько факторов, то есть воздействие на человека, который возникает в социуме, то, что мы с вами обсудили достаточно подробно, и воздействие жесткого метеорологического фактора с резким перепадом либо температуры, либо давления, либо магнитного поля, либо влажности, то это, конечно же, эту ситуацию может резко усугубить. И человек даже с не очень большим стрессом в семье или на работе под воздействием этого фактора может получить очень мощное повреждение организма, которое может в итоге спровоцировать возникновение даже какой-то острой или хронической болезни. Поэтому вот это мы должны тоже с вами обязательно иметь в виду. Поэтому только психотерапии здесь не обойтись. Нужно защищаться человеку в целом от различных неблагоприятных факторов. И желательно это делать, конечно, заранее, а не когда уже это возникло. Вот. Ну вот здесь мы видим очень важную такую, так сказать, картинку, которая называется синдром хронической усталости. Синдром хронической усталости, можно сказать, что имеет две основные причины. Первая причина, которая признана абсолютно всеми, это вирусная причина. Вообще мы именно в 20 веке склонны искать обязательно причину только в каких-то микроорганизмах, вирусах или грибках или бактериях. Вот. И нам обязательно надо его найти для того, чтобы сказать, что да, вот это причина болезни. Вот. Ну это один из подходов медицинских, отнюдь не единственный. Но да, действительно, ряд вирусов, такие как вирусы Герпеса, вирусы Эпштейна-Бара, цитомигаловирус, могут быть причиной хронической усталости. Вот. То есть заражение этими вирусами может приводить к этому состоянию. Но хочу обратить ваше внимание, что существует гораздо более распространенная причина хронической усталости, а именно то, что мы с вами обсуждаем. Вот. То есть это состояние такого эмоционального выгорания, вот, с соответствующими последствиями, вот, которые связаны с увеличением количества свободных радикалов в организме. Почему это происходит? По одной простой причине, что человек для того, чтобы садаптироваться вот в этих различных ситуациях, которые мы с вами обсуждали, повышает выработку энергии. Энергия вырабатывается, как мы с вами знаем, в митохондриях клетки. И вот побочным продуктом выработки энергии в митохондриях являются свободные радикалы. Свободные радикалы – это такая вот, как ядерная энергия. Они, так сказать, неплохие, нехорошие. Они хорошие, когда они помогают в решении определенных задач, которые связаны с демонтажом отживших клеток, даже целых участков органов. И они становятся вредными, когда они образуются в избыточном количестве, бесконтрольно, без возможности этим процессом нормально управлять. И вот тогда возникает повреждение жизненно важных структур и мозга, и сердечной мышцы, и печени, и почек, которые приводят в итоге к вот таким вот последствиям, которые здесь вот на слайде изображены. И ярким примером вот такого, так сказать, такого результата неблагоприятного является проблемы со сном. Вообще, когда начинаются проблемы со сном, то это свидетельство о том, что в организме не все в порядке. Если человек не может заснуть, это первое сценарие, если человек пробуждается ночью, или пробуждается с утра, и не может, так сказать, дальше продолжать спать, это все не является нормой, и это все является следствием повреждающего действия, в том числе свободных редакалов, на центральную нервную систему. Раз. И нехватки необходимых питательных веществ, о чем мы сегодня дальше с вами поговорим, которые необходимы для того, чтобы вырабатывались так называемые нейромедиаторы, то есть вещества, которые обеспечивают как возбуждение и функцию центральной нервной системы в активный период жизнедеятельности, то есть днем, так и обратный процесс, то есть торможение, когда нервная система входит в ту фазу, когда она во внешнем контуре не активна, а прежде всего активна во внутреннем контуре, то есть занимается процессом восстановления функции организма ночью. Вот когда вот это все под действием свободных радикалов и нехватки необходимых веществ, которые как нейтрализуют сами радикалы, то есть антиоксидантов, так и нехватки веществ, которые обеспечивают функцию тормозных медиаторов, а в данном случае это прежде всего витамины группы В, человек входит в вот такую фазу хронической усталости и проблем хронических со сном. Проблемы со сном, естественно, как зеркальное отражение имеют проблемы с бодрствованием. То есть человек ночью заснуть не может, а днем не может работать. То есть тот самый недостаток энергии, который мы с вами обсуждали. К сожалению, еще одним следствием этой ситуации является проблема с памятью. Отсутствие памяти как на текущие события, так и на отдаленные сейчас не редкость. Причем это связано не только с преклонным возрастом, а характерно, к сожалению, даже для многих молодых людей. Это тоже не случайно, потому что воздействие стресса повреждает межнейронную передачу информации, которая также связана с определенными биохимическими процессами, которые также должны быть обеспечены ресурсами. И свободные радикалы здесь играют тоже большую роль, блокируя определенные биохимические реакции, которые лежат в основе сохранения информации мозга. Поэтому это такая тоже важная и многогранная проблема. И вот мы с вами приблизились совсем уже вплотную к той теме, которая связана с тем, как вот это все дело решать. Еще раз хочу сказать, что я далек от мысли, что решать это нужно только с помощью питания. Но и хочу сказать, что без помощи питания решить это абсолютно не представляется возможным. По одной простой причине, что питание является источником тех ключевых веществ, которые, собственно говоря, эту проблему и в состоянии как предотвратить, так и снивелировать, то есть уменьшить ее выраженность, а при благоприятных условиях и настойчивости полностью ее ликвидировать. При этом не отменяя роль тех психологических и иных воздействий, которые, в общем-то, нужно применять, да и не отменяя роль самого главного фактора, который тоже надо иметь в виду, а это именно сознательный выход из стрессогенных ситуаций и сознательное прекращение реакции на те события, которые такой реакции отнюдь не заслуживают. Но не всегда так получается. Понятно, что иногда социум давит слишком сильно, и человек не всегда способен принять самостоятельные решения для того, чтобы выйти из оплеленной ситуации, и ему приходится в этих ситуациях находиться, в том числе и длительно. И вот в таких ситуациях, конечно, питание становится такой палочкой-выручалочкой, которая дает возможность, не выходя из стрессогенной ситуации, находиться в ней, как ни странно, достаточно долго, без ущерба для собственного здоровья. Потому что выстраивается тот механизм защиты, который, собственно говоря, и нужен организму для того, чтобы не сползти в болезнь. И вот именно витамины группы В, которые здесь обозначены на слайде, собственно, и являются главным антистрессовым потенциалом пищи и антистрессовым потенциалом в итоге организма. Без них решение этой задачи по тем результатам исследований, которые сделаны уже во всех странах, в том числе и огромные исследования у нас в России, не представляются абсолютно возможным. Поэтому, по сути говоря, на сегодняшний момент витамины группы В по праву называются антистрессовым комплексом. Вот этот антистрессовый комплекс состоит из вот такого вот набора. Этот набор является группой не механической суммой веществ из разных областей знаний или из разных областей биохимии, а является синергистически работающим оркестром, который в каждый витамин имеет свою роль или как бы партию, если это сравнивать с оркестром. Поэтому на сегодняшний момент мы можем только в комплексе рассматривать данную группу, потому что те процессы, которые идут в организме, и антистрессовая защита, которая выстраивается организмом, возможна к реализации только в таком комплексе. Мы с вами говорили о том, что универсальным механизмом, которым реагирует организм на любой стресс, стресс, связанный с влиянием окружающей среды, стресс, связанный с влиянием социума на человека, является повышение выработки энергии. И энергия, собственно говоря, и обеспечивает выживание организма в данной конкретной ситуации. Мы с вами знаем, что энергия в организме находится в определенном эквивалентном, скажем, потенциале, который называется АТФ. Это универсальная энергетическая валюта, которая имеет очень древнее происхождение, древнее, как сама жизнь, и вообще является универсальным инструментом запасения энергии живых организмов большинства. И это, по сути говоря, то, во что переходят все, скажем, излишки энергии, которые образуются в организме в процессе его жизнедеятельности, или сознательно запасается на будущее для того, чтобы обеспечить те процессы, которые будут происходить. Хочу обратить ваше внимание, и я думаю, что у вас не вызывает никакого сомнения, что работа организма без наличия энергии абсолютно невозможна. И почему это, так сказать, так? А по той простой причине, что очень многие процессы, которые происходят в организме, требуют дополнительного источника энергии. То есть они не текут, эти реакции, скажем, сами по себе, например, там по градиенту концентрации из более высокой концентрации вещества в более низкое, вот, а такие процессы есть, конечно, ну, например, процессы всасывания в кишечнике в частности, вот, а большинство все-таки реакций в организме, биохимических реакций протекают с затратой энергии. Если энергии не хватает, то, соответственно, часть реакций просто не происходит. И вот витамины группы В являются синергистами, в частности, вот, как одного из важнейших процессов для, собственно говоря, производства дополнительной энергии. И, конечно, для нас вот этот суммарный потенциал произведенной энергии – это тот запас жизненных сил, который мы с вами можем ощущать в течение дня, вот, и это то самое, что мы говорим, наша, скажем, работоспособность, вот, которая или есть, или она снижена, или ее нет. Вот это все вырабатывается в клетках, суммарно помноженным на количество клеток в различных органах и системах. Особую потребность витамина группы В ощущает центральная нервная система. Более того, нервная система особо чувствительна к дефициту тех веществ, которые могут обеспечивать выработку достаточное количества энергии. Это особое свойство человека, потому что такого объема мозга, как у человека, нет ни одного живого существа на планете. Это максимальное развитие центральной нервной системы и всех, в общем-то, живых существ, которые на сегодняшний момент представлены. Такой огромный мозг является очень высокоэнергетически потребной системой. Вот это можно сравнить с огромным суперкомпьютером. Вот, и мы, находясь в век сейчас компьютеров, познали, что такое необходимость поставки достаточного количества энергии для того, чтобы такие компьютеры работали. Вот, сейчас такие крупнейшие структуры, которые называются дата-центры, создаются по всему миру, в том числе и у нас в России, где сосредоточено огромное количество стоящих компьютеров, которые обеспечивают те мощнейшие энергетические, простите, информационные задачи, которые решает сейчас человечество. Но даже то, что мы сейчас с вами делаем, то есть мы с вами проводим вебинар, вот, это высокозатратная энергия и задача, вот, которая обеспечивается невидимым пулом компьютеров, вот, очень большим количеством, вот, связанных между собой, и поверьте, иногда такие компьютерные группы, состоящие из тысячи компьютеров, так называемые дата-центры, они очень сильно разогреваются, и поэтому такие дата-центры сейчас строятся по преимущественно, вообще-то, в северных различных регионах, для того, чтобы сам воздух их охолождал. Вот ровно так же работает человеческий мозг, то есть он настолько иногда раскаляется от количества операций, которые он должен провести в единицу времени, там, в секунду или в минуту, что он крайне нуждается в постоянном притоке тех питательных веществ, которые бы обеспечивали его функцию, и даже, я не побоюсь этого слова, его охлаждение, да, в процессе вот такой работы, иначе он прямо реально разогревается, не надо думать, что процессы, которые идут во внешней среде, по аналогии даже вот с таким компьютерным дата-центром, чем-то отличаются от того, что происходит у нас в центральной нервной системе. Это все очень похоже, и здесь это отнюдь не метафора, чтобы вы понимали, а это очень близкие процессы, потому что вот эта выработка энергии, которая идет в митохондриях, в клетках мозга, в частности, в нейронах, она способна эти митохондрии даже разрушать, в том случае, если сам процесс вот этой вот энергетической деятельности не обеспечен необходимыми страхующими механизмами, которые не позволяют образовываться избытку энергии в виде, так сказать, выработки свободных радикалов или даже тепловой энергии. Вот поэтому очень важно мозг оберегать от повреждения переизбытком деятельности. И вот именно этим вопросом, собственно говоря, и занимаются витамины. Есть еще очень важный момент, который характерен именно для организма, работающего с повышенным напряжением и, в частности, для работающего с повышенным напряжением мозга. Дело в том, что древней формой выработки энергии вообще живыми организмами является выработка энергии без участия кислорода. Это связано было с особенностью атмосферы древней планеты, на которой зарождалась жизнь, когда еще так называемое парциальное давление кислорода, то есть его содержание в атмосфере, а сейчас это 21%, как мы все с вами знаем, еще не было таковым, оно было значительно меньше. И основу для вот этой древней атмосферы составлял, так сказать, подавляющее большинство, это, как и сейчас, азот, конечно, но и другие вещества, и в частности СО2 было намного больше. Поэтому древние организмы, первичные организмы, жили в слабокислородной среде, и они вырабатывали энергию без кислорода. Вот эта функция удивительным образом сохранилась в человеческом организме. Она тоже существует, и она в каком-то смысле является, наверное, инструментом страховки всех наших клеток и мозга, и сердца, и, так сказать, других органов от немедленной гибели в условиях недопоставки необходимого количества кислорода в единицу времени. Это так называемая система гликолиза, то есть без кислородного окисления глюкозы. Это первичный этап, который проходит любая молекула глюкозы перед тем, как войти в следующую фазу, в следующей фазе, когда уже будет участвовать кислород, и той фазе, которая называется в биохимическом таком лексиконе цикл Крепса. Я думаю, что многие из вас об этом слышали. И эти две фазы, докислородная и кислородная, они существенно отличаются по одному очень важному фактору, по результату, который получается. Если в первой фазе вырабатывается всего несколько молекул АТФ, то в следующей фазе вырабатывается на порядок больше, то есть эффективность выработки энергии в фазе, где подключается к работе уже кислород, несравненно меньше, несравненно больше, простите. Еще один очень важный момент – это результирующие продукты, которые образуются на первой и второй фазах. На первой фазе образуется вещество, которое называется перуват на биохимическом сленге, но вам более знакомо другое вещество, о котором хорошо знают прежде всего те, кто занимается спортом – это лактат. Так вот этот лактат – это промежуточный продукт выработки энергии любой клеткой, в том числе и мозгом. И если то, что получилось, то есть тот самый перуват не войдет в следующую фазу, не попадет в митохондрию, а первая фаза происходит вне митохондрии, еще, так сказать, вещество окисляемое не попало в митохондрию, в данном случае глюкоза, то организм склонен накапливать вот эти вещества, и эти вещества, к сожалению, смещают состояние внутренней среды, или, как мы говорим, PH резко в кислую сторону. Вот, возникает существенное закисление организма, что, конечно, очень серьезно влияет на состояние здоровья. Почему? Потому что большинство ферментов, которые работают в человеческом организме, работают в узком коридоре значений PH, значений кислотности, щелочности. Эти значения, ну, прямо очень узкие, это от 7,35 до 7,45 значения PH, видите, всего разброс в несколько сотен единиц. Вот, все то, что ниже 7,35 уже вводит состояние организма в закисленность, или, как говорят медики, ацидоз, а все, что выше 7,45 вводит его в состояние щелочности, то, что называется алкалоз. И вообще, когда кислотность в организме падает ниже 6,8, жизнь невозможна, человек погибает. Или если подымается выше 8, тоже невозможно, и человек тоже погибает. То есть, это узкий спектр, и организм всеми возможными путями удерживает вот эту вот ситуацию, постоянство внутренней среды, которая и обеспечивает протекание оптимальной всех биохимических реакций, работы ферментов и так далее. И если организм не входит в следующую фазу, если не начинается выводка энергии с использованием кислорода, то, соответственно, вот эти недокисленные продукты начинают накапливаться в организме в избыточном порядке и, как я сказал, меняют внутреннюю среду. Соответственно, это очень отрицательно сказывается на состоянии здоровья. Если это происходит годами, то, конечно, ни о каком здоровье вообще говорить не приходится. А происходить это может по нескольким причинам. И одной из важнейших причин, почему это происходит, является нехватка витаминов группы В. По одной простой причине, что как раз та самая зона перехода от докислородной фазы окисления к кислородной и контролируется группой ферментов, в которых активными центрами являются витамины группы В. Я не буду вас нагружать излишними биохимическими терминами, хотя эта группа ферментов имеет вполне конкретное название, но она ключевая. И основные витамины группы В участвуют именно в этой ферментной группе перехода. Это как бы точка невозврата. И для того, чтобы этот барьер преодолеть, зачастую у ряда людей на все клетки мозга, на все клетки сердца, на все клетки почек и вообще на все клетки организма количество витаминов просто не хватает по одной простой причине, что они их недополучают. Они их могут недополучать по разным причинам. Во-первых, их может не хватать в пище, во-вторых, они могут не все всасываться. Поэтому организм в данном случае входит абсолютно в другой режим функционирования, так называемый аварийный, и он начинает централизовывать свои функции. Раз не хватает на всех, значит, надо сначала дать тем, кто вообще без этого не выживет. И это в данном случае прежде всего мозг. Но если не хватает на весь мозг, то есть дефицит этих веществ настолько велик, что даже нельзя в ущерб органам обеспечить мозг, тогда и количество функционирующих нейронов мозга начинает сокращаться. И часть нейронов мозга входит в функционирование на аварийном режиме, то есть без кислорода. Соответственно, как вы понимаете, это будет отражаться на уровне этой функции. Ни о какой памяти, ни о каком-то, так сказать, эффективной мозговой деятельности. Как по управлению организмом, так и по осуществлению сознательной деятельности, обучению, принятии каких-то решений речь, конечно, уже не идет. Это просто такая полурастительная жизнь человека со сниженным потенциалом, который просто выживает. Поэтому, конечно же, организм очень сильно доволен, рад, если так можно сказать, когда он получает все необходимые эти вещества, потому что он тогда начинает как некий бутон распускаться. Бутон, одно дело, он вот такой, как бы схлопнутый, с минимальным объемом функций. С другой стороны, это красивый цветок с полноценным функционированием, с возможностью не только бессознательной жизни в поддержании собственного здоровья на каком-то минимальном уровне, но и возможность сознательных функций, творчества в профессии, там занятия хобби и так далее. Вот это, как ни странно, что вы поняли, определяется вот этим вот ключевой точкой перехода между докислородной и кислородной формой окисления глюкозы и других веществ. И вот витамины группы В здесь как раз они принципиальны и принципиальны именно в своем таком синергизме. Хочу обратить ваше внимание, что для нас важны не только эта точка перехода, но и следующий этап, когда окисляемое вещество, а окисляемое вещество в данном случае можете запомнить, как оно называется. Оно называется ацетилкоэнзима. Вот этот ацетилкоэнзима, несмотря на то, что термин чисто биохимический, вам пригодится, я думаю, потому что вы тоже читаете литературу научно-популярную и сканируете интернет, встретите этот термин ацетилкоэнзима. Это универсальная полена, которая горит уже в кислородной фазе. Все вещества, которые поступают в организм с целью их последующего окисления или образования, проходит эту фазу вот такой вот универсальной молекулы, универсального полена, который бросается в эту топку под названием цикл Крепса, который протекает в митохондрии. И в самой митохондрии потребность витаминах группы В, она не только не уменьшается, а наоборот увеличивается, потому что витамины группы В как поодиночке, так и вместе находится на всех этапах цикла Крепса до самого последнего ее этапа, который называется дыхательная цепь. В этой дыхательной цепи и работает как раз то вещество, которое многим вами любимо и которое не имеет отношения к комплексу витаминов группы В, который мы сегодня обсуждаем, а имеет отношение уже к отдельному веществу, который называется коэнзим КОКЮ-10. Вот оно здесь имеет принципиальное значение, потому что без него не завершается этот цикл выработки энергии, результатом которого должно быть всего только два вещества, помимо энергии. Это СО2, то есть углекислый газ и вода. Вода будет использована организмом, а излишек СО2 будет выведен через легкие в атмосферу. Вот в этом собственно смысл того, что произойдет. Поэтому здесь вот мы должны понимать, что витамины группы В и в мозге, и не в мозге играют ключевую роль вот этих вот переходов к принципиальным результатам, которые связаны с выработкой вот этой молекулы АТФ в достаточном количестве для удовлетворения растущих потребностей организма, особенно в условиях нашего информационного века. И хочу обратить ваше внимание, что само слово витамин, оно связано именно с витамином В1. Именно когда витамин В1 был открыт, а он вообще называется исходный тиамин и аневрин в том числе, то как раз приставка витамин В1 и была как бы представлена к данному амину для того, чтобы обозначить как бы амин жизни. Вот потому что по своей структуре тиамин это амин. Вот особое как бы особое устроение. Вот и витамин, амин жизни это полюбившееся международному научному сообществу название, а потом уже не только научному, которое в общем-то и характеризует целый класс соединений, которые постепенно были открыты, были открыты в процессе исследования именно в 20 веке, вот как соединения, которые обладают особыми свойствами и объем этих свойств, хочу обратить внимание, продолжает изучаться. То есть на сегодняшний момент не надо думать, что те витамины, которые мы сейчас с вами пройдем, а мы с вами не будем застревать на описании конкретных витаминов, потому что не в этом цель нашей сегодняшней лекции, наша цель понять общие как бы вот эти все свойства того предмета, который мы с вами разбираем, потому что про витамины отдельные вы можете прекрасно почитать, есть много информации и изучить. Вы должны сегодня ухватить главное вообще, зачем это все нужно. Ну на мой взгляд, во всяком случае, вот, надеюсь, что вы со мной согласны. Так вот, витамин В1 как соединение было открыто в 20 веке и большинство открытий витаминов вообще сопровождалось Нобелевскими премиями, вот, потому что это были такие поворотные, как бы, этапы в развитии вообще знаний о человеке. Но хочу обратить ваше внимание, что само по себе состояние, которое потом выяснилось, что оно связано с недостатком этого витамина, известно было и описано было еще в две с половиной тысячи лет до нашей эры. То есть оно суммарно, с учетом, что мы уже прожили после нашей эры чуть больше двух тысяч лет, известно примерно четыре с половиной тысячи лет это состояние. Бери-Бери, и на, так сказать, Востоке оно было названо состояние Бери-Бери. Состояние, которое называется в переводе Бери-Бери, это не могу-не могу. А что же, собственно, не могу? А, ну, в принципе, ничего не могу, по большому счету, вот, потому что существует несколько таких вот уже подвариантов состояния Бери-Бери, которые были описаны, прежде всего, древнекитайскими сначала врачами, потом японскими, потому что оно характерно для Востока в определенной степени больше, даже, чем для Запада, вот, и существует несколько форм протекания этой тяжелой болезни, которая, как вы знаете, связана с употреблением в пищу полированного риса, потому что в рисовых трубях, то есть в шелухе содержится как раз витамин В1, а когда шелуха спадает с зернышка с рисового, то там уже витамина В1 в самом зернышке минимальное количество и настолько минимальное, что при монодиете, которая связана с употреблением ежедневной несколько раз в день риса, без употребления других злаковых, которые более характерны для не восточного, а европейского как бы образа жизни, вот это состояние может совершенно спокойно, так сказать, развиваться и развиваться массово, что очень важно, у некоторых людей приобретая очень такие тяжелые, как бы различные симптомы, и вот эти вот все симптомы, они давно известны. Заслуга современной науки 20 века была не в открытии самого этого состояния, а в открытии причины этого состояния, которое оказалось, что связано с веществом, которое находилось и находится вот в этих вот трубях, в рисовой шелухе, в оболочке, да, вот, которое в итоге было выяснено, что это вот имеет такую природу, и оно было названо тиамином, вот как это все происходило. А бороться с этой проблемой пытались давно, и, кстати, достаточно давно разобрались, что именно шелуха риса является, ее отсутствие или наличие является основой для развития этого болезни, и, в общем-то, на востоке восточные медики, древние медики, очень древние, они это хорошо понимали, и они, собственно говоря, опытным путем, еще не понимая, естественно, на том уровне развития науки, что это за вещество, они понимали, что есть нечто, что должно в этом плане использоваться. Поэтому болезнь Бери-Бери, она прежде всего в тяжелой своей форме поражает центральную нервную систему. Но это при монодиете и при использовании именно конкретного злака, да, особенно развивается. Хочу обратить ваше внимание, что для того, чтобы получить легкую форму витаминной недостаточности по витамину В1, совершенно необязательно питаться, так сказать, постоянно рисом полированным и жить на востоке. Это вполне достижимо в нашей европейской жизни, в частности, в России. И те исследования, которые проводятся, они говорят о том, что у нас есть определенные дефициты, дальше об этом немножко подробнее тоже скажу. Так вот, это состояние, оно, в общем, характеризуется легкими формами недостаточности, скажем так, функции центральной нервной системы, которая выражается в снижении памяти, снижении, скажем, концентрации, в нарушении, скажем так, легких формах нарушения координации, вот, то есть, неудовлетворенности своим, в общем-то, и физическим, и умственным таким состоянием. Но в более выраженных стадиях характерно для людей, злоупотребляющих алкоголем, потому что, так сказать, алкогольное поражение желудочно-кишечного тракта и сам алкоголь значительно снижает поступление витамина В1, особенно в организм, и может прямо приводить реально к развертыванию состояния витамин В дефицита, то есть, к аналогу вот этого, так сказать, тяжелого заболевания Бери-Бери. Я думаю, что вы наблюдали людей, которые долгое время злоупотребляют алкоголем, которые, в общем, с трудом передвигаются, с трудом могут встать. И вот эта вот так называемая алкогольная полинейропатия, которая развивается, кстати говоря, необратимое заболевание уже, вот, оно развивается не только в связи с токсическим действием самого алкоголя на нервную систему, но и в немалой степени в связи с нарушением всасывания витамина В1, и эти два состояния, они друг друга, по сути, усугубляют. Вот, поэтому Бери-Бери, на примере вот людей, злоупотребляющих алкоголем длительное время, неважно, мужчин или женщин, можно прямо вот очень хорошо вот эту модель наблюдать. Вот это так и примерно выглядит, я думаю, что вы все с такими людьми сталкивались, особенно их немало ходят около наших домов, вот, в поисках какого-то небольшого количества денег для того, чтобы купить очередную дозу. Вот, вторая, в общем-то, очень важный для нас, так сказать, в этом плане витамин, это витамин В2 или рибофлавин. Все они примерно были открыты, ну, в близкий период времени, часть из них были открыты витамины группы В до войны, часть были открыты уже в послевоенное время, но это все вот в пределах этих 100 лет. Опять же, хочу обратить ваше внимание, что они, ну, открывались, как бы, при самых разных обстоятельствах, и об этом можно, так сказать, долго тоже рассказывать. Витамин В2 важен также для выработки энергии клетками, и витамин В2 участвует в тех энергетических процессах, которые идут и внутри митохондрий, в процессе уже окисления с участием кислорода, и ряда процессов, которые идут вообще вне митохондрий и связаны с формированием ряда очень важных молекул, которые необходимы для решения и энергетических задач клетки, и что очень важно для формирования генетического аппарата, вот, потому что это поставляет необходимые вещества для того, чтобы формировалась структура молекул ДНК, вот, поэтому дефицит витамина В2, он, в общем, может сопровождаться не только ухудшением вот такого вот именно психоэмоционального и физического состояния, но и вообще нарушением регенерации тканей, вот, к этому имеет отношение еще ряд витаминов, о чем я дальше скажу, вот, но витамин В2 или рибофлавин, вот этот желтый витамин, витамин, придающий желтую окраску моче, когда человек употребляет витамины в виде биологически активных добавок, вот этот рибофлавин, он очень, так сказать, важен. Одним из основных источников рибофлавина являются молочные продукты, но молочные продукты, почему их стали паковать в закрытые такие от солнца защищенные упаковки, потому что витамин В2 очень быстро разрушается под действием солнечного света, вот, буквально на глазах происходит снижение его концентрации в продукте, в частности в молоке, поэтому молочные продукты теперь вот так закрыты вот такого повреждающего действия, чтобы там рибофлавин сохранялся. Вот, ну и конечно, как здесь написано на слайде, абсолютно сказать правильно, что это витамин, который обеспечивает коммуникации. Вопрос у нас появился, вот, который заслуживает ответа от Людмилы Косинковой. Вырабатывает ли наш организм витамина группы В? В разговоре с врачом услышала фразу, что нельзя постоянно принимать витамины извне, иначе организм перестанет их вырабатывать. Так ли это? Ну, хочу сказать, что, к сожалению, куча всяких мифов существует вокруг витаминов. К сожалению, многие вот эти мифы, почему-то они проникают еще и в медицинское сообщество и даже начинают друг другу передаваться, и в том числе от врачей пациентов, пациентам. Некоторые пациенты врачам передают всякие мифы, ну, то есть все обсуждают, никто не удосуживается взять просто и почитать на эту тему. Банальный учебник биохимии хотя бы для начала, ну, или какие-то другие уже источники, там, статьи и так далее. На эту тему огромное количество материала и в интернете, и не в интернете. Суть заключается в том, что, да, действительно, большинство витаминов группы В организм вырабатывает сам, но только это не организм этим занимается, этим занимаются бактерии, которые живут в кишечнике. И бактерии кишечника способны синтезировать большинство витаминов группы В. Вот, и более того, я вам хочу сказать, что основой вообще поступления витаминов группы В в организм является как раз бактерии. Вот, отнюдь не пища. Вот, и даже пища, обогащенная БАТ. Это дополняет функцию бактерий. У них эта работа идет слаженно, постоянно, но здесь есть некоторое «но». Но заключается первое, что это не будут делать бактерии, которые не накормлены нормально, а кормятся они, прежде всего, различными видами клетчатки. Поэтому, если в рационе не хватает клетчатки, то бактерии просто останавливают этот процесс выработки. Второй очень важный момент, что бактерии могут поменять свой состав. И вырабатывают витамины группы В именно те бактерии, которые для этого специально приспособлены. Это так называемая нормальная микрофлова кишечника. Если же эта микрофлора разрушена в результате приема антибиотиков или ряда других, кстати, факторов, к которым стресс, кстати, имеет самое непосредственное отношение, потому что бактерии держатся за стенку кишечника специальными такими выростами на их клеточной оболочке и специальных веществ, которые они вырабатывают, которые не дают им возможность скатываться и из организма удаляться. Если человек постоянно находится в стрессе, то у него постоянно вырабатываются гормоны стресса. В частности, это кортикостероиды. Вот кортикостероиды, к сожалению, способны так влиять на взаимоотношения между стенкой кишечника и бактериями, что эти бактерии не могут удержаться, они открепляются и скатываются и удаляются из организма. Даже 20-минутный стресс ежедневный в течение месяца может привести к весьма выраженному дисбактериозу. То есть, здесь не только антибиотики, чтобы вы понимали, а многие факторы. И вот это, что все может отражаться. То есть, иначе говоря, кормим недостаточно зачастую, пейзаж поменялся и, соответственно, уже большая часть витаминов группы В не вырабатывается. Тогда тут же возникает потребность в увеличении их поступления с пищей и, в частности, поступления с использованием биологически активных добавок. К большому сожалению, в силу того, что подавляющее большинство людей испытывают стресс, о чем мы говорили в разных формах, и к большому сожалению за счет того, что львиная доля людей хотя бы раз, но лечилась антибиотиками, эти две причины имеют прямое отношение к очень многим людям. Ну а третья причина тоже. То есть, употребление клетчатки у многих людей снизилось критически. Соответственно, этот путь удовлетворения потребности человека стал работать неэффективно, то есть, с весьма приличными сбоями. К сожалению, это может работать неэффективно всю жизнь, потому что несколько раз, попринимав антибиотики, можно получить нарушение работы и состава микрофлоры навсегда. Вот. Не употребляя достаточное количество клетчатки, можно, так сказать, этот процесс сделать тоже очень длительным. Но о стрессе я не говорю. Поэтому страха того, что нарушит работу бактерии собственной в результате использования биологически активных добавок у меня лично нет. По одной простой причине, что, скорее всего, они и так это делают плохо. Но это, естественно, можно все установить, сдать анализы, так сказать, это выяснить. Вот. Поэтому мы сейчас берем некую усредненную ситуацию. Это первое. Второе. Если человек начинает употреблять больше, так сказать, веществ с пищей, это не означает, что уменьшение их выработки бактериями произойдет навсегда. Уменьшилось количество поступающих с пищей, увеличилось в норме выработка самими бактериями. Это регулируемый процесс, который определяется концентрацией вещества в крови. Поэтому говорить о том, что прием биологически активных добавок выключит этот процесс навсегда, именно такой вот сквозит, в общем-то, контекст в вопросе абсолютно не надо. По одной простой причине, что это не необратимая ситуация. Вот. И обращаю ваше внимание, что если прием витаминно-минеральных комплексов, в частности, группы В, и в частности, В-комплекса Нутрилайт, приводит к улучшению состояния здоровья, то есть улучшению психоэмоционального состояния и к улучшению физической работоспособности, повышению энергетики, то есть человек удовлетворен применением продукта, говорит о том, что до применения продукта вот именно такая ситуация, которую мы сейчас описали, и существовала. Поэтому организму, скорее всего, уже надо на этом этапе помогать и, может быть, помогать всю жизнь уже, потому что предыдущий его, так сказать, стиль жизни эту ситуацию уже нарушил за счет нарушения состава микрофлоры на долгие годы. Вот, значит, соответственно, следующий витамин – это витамин ниацин. Витамин ниацин или никотиновая кислота, или еще одна форма никотинамид есть такая, сейчас скажу, чем они отличаются, или витамин ПП. Он никакого отношения не имеет к витамину П. Витамин П – это биофлавоноиды, это антиоксиданты. Витамин ниацин – это важнейший элемент нескольких ключевых так называемых коферментов, которые участвуют в процессах окисления, восстановления в организме и, соответственно, как результат имеют отношение к очень многим принципиальным процессам, идущим как в головном мозге, так и в других жизненно важных органах, и, конечно, в сердце. Витамин ниацин связан с таким заболеванием, как Пилагра. Вот, почитаете про Пилагру и, в общем-то, узнаете все ее, так сказать, проявления. Конечно, такой дефицит, как Пилагра или А-витаминоз по витамину ПП или В3 встречается нечасто, но его как бы более легкие, как бы такие вот, скажем, проявления, да, они, к сожалению, являются нередко и такой вот, как сказать, нормой жизни. Вот, поэтому вот эти вот такие симптомы дефицита, которые здесь, в общем-то, описаны, как утомляемость, снижение аппетита, вот, слабость, иногда даже появление сжоги, а также депрессии у кого-то, а у кого-то раздражительности, это, в общем-то, первое проявление того, что организм движется в сторону вот этого вот более сложного состояния, которое уже даже можно сказать, что оно жизнеугрожающее. Ну, естественно, что до него 95% людей никогда не дойдут. Но, однако, все то, что здесь написано, оно тоже малоприятно и находиться хронически в таком состоянии тоже мало кому хочется. Поэтому, конечно, доводить себя до такого состояния не надо и нужно, так сказать, вовремя компенсировать дефицит данного витамина. Вот, вы видите здесь те источники, которые, как правило, рассматриваются как основные. Здесь вот правильно совершенно написано о том, что сахар, он как бы способствует разрушению витамина, это надо иметь в виду. Но вообще сама по себе в немалой степени функция никотиновой кислоты, она имеет отношение, помимо выработки энергии, к функции сосудов. Вот, и функция сосудов, она ярко проявляется. Я думаю, что есть люди, которые на себе это испытали, принимая никотиновую кислоту в виде лекарственного препарата, либо в виде таблеток, либо даже в виде инъекций, когда резко возникает ощущение такого жара, так сказать, в лице, в верхней половине тела. Это связано с резким расширением капилляров мелких, в общем-то, сосудов, вот, и резкого как бы увеличения количества крови, которая по ним притекает к тканям. Потом через 10-20 минут это состояние проходит. Это характерно именно для никотиновой кислоты, а вот никотинамид, амид никотиновой кислоты таким свойством не обладает, поэтому для того, чтобы такой как бы ситуации не было, по возможности применяется именно никотинамид для того, чтобы избежать вот этой вот, такой вот сосудистой реакции, которая, ну, для многих людей, кстати говоря, не очень приятна и обычно она не нравится. Вот, значит, ну и соответственно вот те вопросы, которые здесь написаны по поводу, значит, онкобольных. Ну, я вообще готовлю специальную лекцию и, скорее всего, в ближайшее время она будет готова, а именно использование витамино-минеральных комплексов у, так сказать, для профилактики онкологии. И хочу сказать, что именно так и надо рассматривать эту ситуацию, что витамино-минеральные комплексы – это доказанная эффективная профилактика онкологических заболеваний. Очень много исследований на этот счет существует общемировых. Витамины очень активно в этой связи исследуются, и не только витамины группы В, а и другие, в частности, витамин С там и так далее. Вот, и связь между онкологией и витаминами достаточно высокая с точки зрения, что дефицит витаминов резко повышает риск онкологии. И вникает, естественно, вот этот вопрос всегда, ну, я на него отвечаю минимум раз в неделю, по поводу приема витаминов у онкологических больных. Хочу обратить ваше внимание, что не меньшее количество работ, связанных с профилактикой использования витаминов, посвящено использованию витаминов при онкологических заболеваниях. И те источники, которые доступны мне, говорят об одном, что как минимум при онкологических заболеваниях это не опасно. А еще, так сказать, пленая часть работ посвящена тому, насколько это полезно, о том, что это важно для того, чтобы люди выживали, так сказать, при онкологическом заболевании. Поэтому это еще один миф, который циркулирует в медицинских кругах, в том числе, что витамины будут способствовать росту опухоли. Потому что витамины рассматривают как стимулирующий фактор. Он стимулирующий фактор, отнюдь не индифферентный по отношению к организму. Организм абсолютно спокойно обладает необходимыми инструментами для того, чтобы этот фактор регулировать. И раковая клетка не настолько зависит вообще от витаминов, насколько принято думать, потому что многие считают, что раковая клетка, она такая же, как и другие клетки организма, только просто быстро растущая. Ничего подобного. У нее совершенно там другой метаболизм, обмен. И для нее витамины не носят столь принципиального характера, как для клеток других. Поэтому это вопрос, находящийся сейчас в процессе активного изучения. И точно, что резюме этого изучения не является, что это вредно. То есть, этот вопрос обсуждается сейчас. Есть данные и такие, и такие. И никакого вердикта пока на этот счет не вынесено, в отличие от тех заявлений, которые делают ряд медиков, считают, что это какой-то давно решенный факт. Отнюдь это все не так. Да, ну вот про рассеянный склероз. Да, конечно, при рассеянном склерозе это, так сказать, безусловно, нужно. И здесь я не вижу, почему это не должно делаться. Да. Не знаю, что такое ДТП. Я знаю, что ДТП – это дорожно-транспортное происшествие. Может быть, это что-то другое, какое-то состояние. Поэтому уточните, Татьяна Тернова, что имеется в виду. Я вам отвечу тогда на ваш вопрос. Значит, пантотеновая кислота – очень важное вещество, которое также участвует в окислении так называемых энергетических субстратов или веществ, которые входят в окислительный цикл для выработки энергии. И без нее, собственно говоря, этот процесс точно так же не идет. И она точно так же задействована на ряде узловых ферментных этапов, которые обеспечивают решение этой задачи. И, соответственно, ее дефицит может вызывать вот те специфические определенные состояния, которые имеют отношение именно к данному веществу, ну, придавая некую окраску, скажем так, вот этому состоянию, для того, чтобы можно было его более точно, скажем так, выявить. Но сейчас, к счастью, существуют анализы на все витамины, поэтому можно не только по симптомам, но и, в общем, так сказать, просто сдав анализ, понять, насколько это имеет или не имеет места быть и какова степень, так сказать, выраженности. Вот. Ну, витамин В6 – это витамин, который имеет большее отношение к теме обмена аминокислот. Вот. Есть такой процесс, который называется переаминирование. Это перенос определенной группы, так сказать, молекулы аминокислоты с одной аминокислоты на другую, что обеспечивает изменение их структуры и, соответственно, изменение их возможностей. Вот. Это как бы взаимный обмен элементами структуры между аминокислотами, которые, в общем, приводят к тому, что возникают так называемые заменимые аминокислоты. Незаменимых мы знаем их 8. Что значит незаменимых? То есть, несинтезируемых в организме. Вот. Они должны поступать извне, из пищи. А вот оставшиеся, они, так сказать, 12, они заменимы. И вот эта заменимость, она, собственно, и как раз обеспечивается витамином В6, который дает возможность одной аминокислоте переходить в другую. Кроме всего прочего, витамин В6 задействован также в очень интересных процессах, которые связаны с обменом веществ при синтезе необходимых составляющих ДНК. Вот. Витамин В6 участвует в ряде важных процессов, которые связаны с производством нейромедиаторов, особенно нейромедиаторов, активирующих, так сказать, деятельность центральной нервной системы. Вот. Поэтому... А также балансирующих. И, соответственно, его дефицит, он может приводить к неприятным разным последствиям, которые связаны, во-первых, с нарушением синтеза белка, то, что вытекает из тем аминокислот, с нарушением синтеза элементов ДНК, которое, так сказать, влияет на возможность возникновения мутации в ряде клеток и, соответственно, их вход в фазу злокачественных новообразований. Ну и нарушение обмена нейромедиаторов в мозге, которое приводит к колебаниям настроения, вплоть до появления, в общем, такой агрессивности, раздражительности, которая наблюдается при более выраженном дефиците. Вот. Поэтому вот та иконка, которая называется настроение, она с витамином В6 достаточно серьезно связана. Да. Ну, то, что касается ДЦП, да, однозначно ответ положительный. Употребление комплекса витаминов обязательно. Вот. Тем более витаминов группы В. Значит, вот. Теперь, значит, если человек все время пьет кофе, конечно, да, мы об этом говорили, я этому посвятил практически, если не ошибаюсь, минут 30 времени в начале нашей лекции объяснение, как это происходит. И, конечно же, употребление кофе крайне желательно заменить употреблением витаминов, потому что кофе не решает проблему, а лишь помогает, так сказать, взбодриться без воздействия на ключевую причину, почему это не происходит. А витамины, я надеюсь, вы все больше понимаете, что влияет как раз на ключевую причину. Вот. Разрешается применять витаминный комплекс для беременных в третьем квартале беременности? Ну, безусловно, все как бы триместры, они симметричны, но особенно дефицит проблемен именно в первом триместре, когда закладывается, так сказать, нервная трубка. Вот. Сейчас мы подойдем к этой теме, я скажу как бы об этом немножко. Значит, ну вот для, так сказать, биотин. Биотин тоже это один из элементов вот этого как раз процесса перехода, в частности, от некислородной формы окисления кислородной. Он тоже задействован в этой группе ферментов, витамин В7. Помимо этого, он влияет еще также на ряд процессов, связанных с синтезом ДНК. Вот. Он, так сказать, участвует на ряде этапов образования белка коллагена. Делая его окончательно функциональным. Вот. И ряде процессов, которые также здесь описаны. Для нас с вами наиболее важно, это энергетическая его роль, которая связана с окислением глюкозы. А открою секрет, что мозг работает только на глюкозе, ни на каких других источниках энергии. Он ни жиры, ни тем более аминокислоты не использует. Вот. В отличие от других органов. Ну а сердце, например, наоборот, не работает на глюкозе. Сердце работает в основном на сгорание жирных кислот. Вот такая особенность. Особенность мозга также является в том, что мозг для использования глюкозы не нуждается в инсулине. Это единственные клетки, которым не нужен инсулин для того, чтобы туда внутрь поступила глюкоза. Это тоже очень важно, потому что это оберегает мозг от нарушения питания в случае дефицита выработки инсулина. То есть, это особое свойство этого биокомпьютера, работать именно в таком режиме. Да. Ну, можно ли применять витамины группы В после инфаркта? Обязательно нужно. Более того, могу сказать, что не исключено, что сам инфаркт является следствием хронического дефицита данной группы витаминов. Да. И можно ли употреблять непрерывно? Не можно, а нужно. По одной простой причине, что наесться витаминами группы В невозможно. По одной причине, что они в организме в основном не запасаются и утилизируются сразу же по мере поступления. Есть, правда, такая функция, как реабсорбция, то есть, обратное всасывание данных витаминов, в частности, в почках. Поэтому организм старается сохранить витамины, но это не эквивалентно понятию «запасти». Водорастворимые витамины, в отличие от жирорастворимых, не запасаются. Поэтому никаких перерывов здесь делать не нужно, и они бессмысленны, по сути говоря. При воспалении тройничного нерва, значит, используется комплекс витаминов группы В, даже есть так называемые официальные лекарственные препараты, которые содержат витамины группы В, правда, в значительно больших дозах лекарственных, которые, да, очень хорошо снимают воспаление нервов, и для этого, так сказать, активно используется. Но, естественно, В-комплекс точно так же будет работать, просто будет работать слабее, потому что нужна большая доза. В общем, если вы такую проблему имеете, просто можете дозу увеличить в 2-3 раза, будете иметь уже эффект лечебный, а не профилактический. Вреда для здоровья здесь при тех дозах, которые в комплексе содержатся, не будет никакого. Вот, значит, дальше фолиевая кислота – очень важное для нас вещество, потому что фолиевая кислота, даже по своему названию, абсолютно универсальная молекула, которая решает огромное количество задач, но одна из основных задач, которая ей решается – это синтез ДНК. Она задействована прежде всего в этом процессе, и для нас с точки зрения поддержания функций нервной системы это принципиальное значение имеет по одной простой причине. Я думаю, что вы знаете такую фразу о том, что, значит, нервные клетки не восстанавливаются, и возникает ощущение, что нервная клетка, если погибла, то погибла. А что же происходит, почему они так долго живут, эти нервные клетки? Они живут долго по одной простой причине, что у них существует другая форма регенерации. Есть регенерация клеточная, то есть, когда новая клетка заменяет старую. Ну, собственно говоря, по этому принципу функционирует человеческий социум, когда новые люди заменяют погибших по возрасту людей предыдущего поколения. Так вот, большинство клеток именно так, так сказать, регенерируют во всех основных органах. Нервная система работает по-другому. В нервной системе существует так называемая внутриклеточная регенерация, поэтому клетки нейрона, они долгожители, потому что регенерация идет за счет обновления структур самой клетки. И вот в этом процессе огромную роль играет фолиевая кислота, и если ее будет не хватать, то этот процесс идет, как вы понимаете, не во всех клетках, соответственно, часть клеток могут безвозвратно коры головного мозга и спинного мозга погибать. Еще один очень важный момент, который имеет отношение к фолиевой кислоте, то самое, что мы обсуждали во время беременности. Она крайне важна, особенно в первом триместре беременности, первые три месяца. И это важно, потому что идет закладка нервной трубки ребенка. И если в это время не хватает фолиевой кислоты, а не хватает именно в дозе минимум 400 микрограмм, то нервная трубка образуется недостаточно полноценно, и это отразится на состоянии здоровья ребенка на всю жизнь, вплоть до возникновения у него слабоумия и даже иногда глубочайшего дефекта, а именно анэнцефалии, то есть рождение ребенка без коры или вообще без головного мозга. Вот это впрямую связано с дефицитом витамина В9, то есть фолиевой кислоты. Это абсолютно доказанный факт, поэтому сейчас назначение фолиевой кислоты беременным является обязательным в дозе 400 микрограмм прямо с самого начала беременности. Ну вот как принимать после инфаркта? Принимать можно в стандартной дозе, и принимать это достаточно длительно, насколько позволяет финансовые возможности. То же самое касается диабета, потому что все проявления диабета в немалой степени связаны как с патологией сосудов, на которые оказывает влияние избыточное количество сахара, так и с патологией нервной системы, особенно периферической. Для защиты нервной системы от негативного влияния избытка сахара витамины группы В играют достаточно большую роль. Дальше. Мы пьем омегу, Д или Ку-3 после инфаркта. Что бы вы могли еще посоветовать добавить, кроме витамина В? Да, ну вот как раз обсуждаем. Да, при грудном вскармливании точно так же витамины крайне важны, группы В. Они, собственно говоря, закладывают основу нормального формирования органов и систем уже у ребенка, потому что ребенок, надо понимать, и вы это должны знать, рождается с еще не полностью сформированными органами и системами, достаточными для жизнедеятельности, но еще недостаточными для долгой жизни. Этот процесс формирования, чтобы вы понимали, будет идти примерно до 7 лет. И это касается прежде всего пищеварительной системы. И вот пищеварительная система, которая очень насыщена так же нервными клетками, можно сказать даже, что это мозг, вынесенный на периферию пищеварительной системы, крайне нуждается в витаминах, в частности, группы В. Вот, значит, ну спасибо за ваши оценки, высокие материалы. В отсутствие желчного пузыря все витамины группы В будут усваиваться, потому что они водорастворимые и от наличия желчи никаким образом не зависят. Так, значит, далее витамин В12. Это витамин, который еще большее отношение имеет к теме производства генетической информации, формирование, в общем-то, ДНК. Также непосредственное самое значение играет в формировании основного носителя кислорода, то есть гемоглобина. Вот, поэтому существует так называемый В12-дефицитная анемия. И, в общем-то, особенностью витамина В12, что он имеет отношение прямое к формированию функции спинного мозга. Поэтому дефицит витамина В12 проявляется комплексом различных изменений в организме, в частности, это нарушение снабжения ткани кислородом, то есть анемия, это нарушение восстановления, так сказать, ДНК во всех абсолютно, без исключения клетках, в том числе и в клетках нервных, и определенным состоянием, которое связано с нарушением функции определенных структур спинного мозга, который может приводить к нарушениям движения и сопровождаться определенной симптоматикой. Это надо иметь в виду. И витамин В12 очень серьезно, его всасывание связано с состоянием желудка, потому что именно в желудке находится так называемый внутренний фактор касла, который играет большой роль для его всасывания, поэтому заболевание желудка, так сказать, об этом скажу немного дальше, является фактором риска для всасывания витамина В12, потому что его всасывание зависит не только от поступления, но еще от ряда факторов, которые связаны с самим организмом. Ну вот дефицит витамина В является установленным фактом у многих достаточно людей в самых различных странах, и в Соединенных Штатах, и в России в частности. Вот, поэтому вот в частности по рибофлавину, по витамину В2 вот такая ситуация. При норме вы видите 1,8 мг. В большинстве регионов у всех даже не дотягивает до 1,8, 1,8 – это нижняя граница вообще, после которой начинается уже, так сказать, дефицит во всех федеральных округах, даже на Кавказе, где, казалось бы, хорошее такое питание продвинутое. В общем-то, все это наблюдается годами. Вот, значит, хочу вам сказать, что аллергии на витамины В не бывает, потому что невозможно аллергии быть на жизнь. Вот, а витамины В – это основа жизни. Бывает аллергия на препараты витаминов группы В, особенно на синтетические витамины, и особенно это может быть на инъекционные витамины. Поэтому утверждение аллергии на витамины группы В некорректно. Можно писать только аллергия на препараты витаминов группы В, причем надо указывать на какие конкретно, потому что это тоже абсолютно не одинаково. Вот, да, конечно, безусловно, вот вегетарианцам мы сейчас как раз к этому подходим. Очень важно обращать внимание на достаточное поступление витамина В12, потому что витамин В12 содержится прежде всего в животных источниках, и конкретно в печени, если уж совсем говорить. И вот здесь вот как раз обозначены те причины, по которым возникает дефицит витамина В. Это и стресс, то есть повышенная как бы потребность в витамине, эмоциональное напряжение, вот, которое тоже является как бы повышенной потребностью. Соответственно, внешние факторы различные, то есть влияние окружающей среды, которая повышает потребность и курение, и алкоголь, особенно о чем говорили, они все увеличивают потребность, поэтому зачастую только пища не удовлетворяет данные потребности. Ну и, конечно же, само питание, как здесь нарисовано определенными продуктами, которые и содержат мало витаминов группы В, и не содержат достаточное количество клетчатки для питания микрофлоры, которые также его способны вырабатывать, оно в итоге, в конечном счете, вот, в общем, этим и заканчивается. Ну, синтетические витамины, как мы с вами говорили, они, собственно говоря, как раз и этим отличаются, что они могут вызывать аллергическую реакцию у ряда людей, потому что формула синтетических витаминов не на 100% совпадает с формулой витаминов натуральных. Отличается это не по составу атомов, а отличается по внешней форме молекулы, которая, значит, может иметь несколько иную форму, соответственно, организму приходится эту форму приводить в соответствие, тратя на это время, а некоторые люди, они, в общем, на самом деле не способны это делать быстро, и у них возникает аллергия. Ну, вы меня что-то уже все благодарите, как будто бы я уже все это закончил, мы сейчас с вами логично, так сказать, завершаем, но еще не закончили. Вот вы видите те группы людей, которые испытывают риск и имеют дефицит. Вот, это люди, имеющие несколько калорийные различные диеты, однообразные питания, особенно рафинированными продуктами. Вот, люди, которые, так сказать, злоупотребляют алкоголем, курением. Люди, имеющие ожирение, так сказать, также склонны испытывать дефицит, потому что у них потребность намного выше. Вот, люди, имеющие нарушение микрофлоры, то, о чем говорилось, вот, в том числе на фоне антибиотикотерапии, страдающие рядом заболеваний, таких как диабет, увеличивающий потребность, заболевания печени, воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, нарушающими всасывание. Вот, ну и, конечно, в ряде состояний, таких как беременность, кормление, конечно же, потребность, безусловно, выше. Ну, вот, люди, страдающие дегенеративными заболеваниями позвоночника, о чем, так сказать, звучал вопрос, также нуждаются в дополнительных дозах по той простой причине, что у них уже процесс дегенерации запущен, соответственно, потребность выше для того, чтобы выйти, ну, насколько это возможно, из этого состояния или, по крайней мере, из этой тенденции. И клетки позвоночника, это и клетки, образующие сами позвонки, и клетки, образующие межпозвоночные диски, они точно такие же клетки, как все остальные, они нуждаются в энергии для того, чтобы осуществлять свою деятельность по восстановлению позвоночника и приведение его в норму. Ну, вот, в общем-то, здесь на этом слайде признаки дефицита показаны. Ну, мы с вами основные все обсудили, я думаю, что нет смысла вам прямо, так сказать, вдаваться в подробности дефицита по каждому витамину, все равно вы их принимаете одновременно. Поэтому, позвольте на этом не останавливаться, но вот такие важные вещи, как утомляемость, слабость, ухудшение памяти, раздражительность, депрессия, то, что мы говорили, нарушение сна, расстройство, в том числе, половой функции надо добавить. Ну, и вообще, недовольность жизни, это вот ключевые вещи, которые надо запомнить, знать для того, чтобы понимать, что, скорее всего, развивается вот такой дефицит. Хочу обратить ваше внимание, что новый комплекс Nutrilite, B-комплекс плюс, который, в общем-то, сейчас вышел уже для потребителей, возможности использования, он как раз вот содержит все те витамины, которые мы с вами обсуждали, вот, и содержит также еще и спирулину. Особенностью является то, что он является продуктом инновационным с точки зрения высвобождения действующих веществ. Вот, в нем два основных витамина, рибофлавин и кобаламин, то есть B2 и B12, высвобождаются сразу, и это важно, потому что именно с участием желудка и тех веществ, которые вырабатываются в стенке желудка, они всасываются в верхних отделах тонкого кишечника. А вот все остальные витамины B1, ниацин, пантотеновая кислота, B6, передоксин, биотин, B7 и фолиевая кислота или фалат B9 всасываются в более нежележащих отделах, всасываются более постепенно. Желудок практически не играет для них никакой роли для их всасывания, поэтому они уже входят в другую часть таблетки, которая обладает способностью более медленного высвобождения, это более светлая сторона, в отличие от более темной, с высвобождением быстрым в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Это очень, конечно, здорово, это очень такая мощная, интересная технология, которая применена в данном инновационном продукте. Ну и вот это высвобождение такое постепенное, оно чем-то сравнимо с таким вот постоянным подпитыванием растения, которое, так сказать, обладает системой самополива, которое, конечно, создает в течение одного дня вполне логичную такую пролонгированную систему, восьмичасовую поставки необходимой дозы витаминов, пока идет продвижение таблетки по желудочно-кишечному тракту. Ну, здесь вот как раз еще один комментарий к вот этому процессу, с одной стороны, быстрого высвобождения двух витаминов, с другой стороны, более медленного высвобождения оставшихся. Вот, поэтому здесь есть опленные преимущества в этом продукте, это движение вперед, безусловно, так сказать, корпорации Nutrilite, вот, которая дает возможность использовать продукт более комфортно и более физиологично. Вот, потому что в этом продукте, в общем-то, существуют определенные вот такие вот отличия от предыдущего продукта, он дает возможность использовать продукт в течение дня однократно, вот, получая полную дозу, ну и за счет вот такого длительного высвобождения части витаминов получить более физиологичный эффект. В отличие от тоже очень хорошего и прекрасно работающего по себе, зная предыдущего продукта, данный продукт просто является шагом хорошим вперед по данной теме. Ну и, конечно, спирулина. Хорошо, что спирулина сюда добавлена, потому что она сама по себе является прекрасным источником большого количества нутриентов. Можно сказать, что витамин В-комплекс со спирулиной это уже витаминно-минеральный комплекс, и витаминно-минеральный комплекс не только витаминов группы В, но и других витаминов, в частности, поступление бета-каротина, поступление ценных достаточно аминокислот из спирулины и тех микроэлементов большой достаточный спектр, который спирулина содержит. Поэтому можно сказать, что это такой вообще-то витаминно-минеральный комплексный продукт, потому что спирулина это такая суперпища, которая очень активно сейчас рассматривается как перспективное питание для полетов в космос, потому что она хорошо, оказалось, растет в невесомости и обладает всеми необходимыми свойствами, как и на Земле. Вот поэтому спирулину сейчас активно применяют в качестве компонента биологически активных добавок, ну и, соответственно, в общем-то здорово, что она включена в этот продукт, она, конечно, усиливает эффект, который можно, так сказать, получить. Ну вот то, что касается противопоказаний при аутоиммунных заболеваниях. Вот, ну, у меня таких данных нет, если есть такие данные, в общем-то, давайте почитаем, посмотрим, о чем шла речь, почему, то есть не совсем, как бы, готов ответить на этот вопрос, не слышал, но если это, так сказать, научно подтверждено, то, что написал Алексей Косых, то с удовольствием на эту тему подискутируем, присылайте мне эти данные и с удовольствием тоже их почитаю. Вот, значит, ну не надо, как бы тут без нужды размельчать данную таблетку, если только это не касается, так сказать, там необходимости более меньшую дозу, так сказать, достигать, то есть желательно не экспериментировать с этим продуктом, он самодостаточен абсолютно. Вот, а можно ли принимать два раза в сутки? Да, безусловно, вот, принимать можно, если вы не чувствуете достаточного объема эффекта от одной таблетки, увеличьте дозу, возможно, ваша индивидуальная потребность, она существенно выше, чем в среднем, по какой-то причине. Вот, значит, врачи запретили принимать витамин В и фолиевую кислоту при искусственном благотворении, верно ли это? Не берусь комментировать, возможно, что технология, которую они применяют, ей может повредить как бы витамины, хотя мне сложно понять, что это за технология, я вообще как бы, у нас даже лекции есть специальные, использование витаминно-минеральных комплексов при различных проблемах репродуктивной системы. Вот, не готов комментировать, может быть, это какие-то резоны конкретно этой технологии, но вообще это крайне важно, потому что, на мой взгляд, это всегда усиливает успех такого вот искусственного оплодотворения, потому что там недостаточно просто соединить две клетки между собой, самое главное, чтобы образовавшаяся единая клетка, она прижилась в организме женщины, а вот здесь как раз возникают проблемы, которые нередко связаны с нехваткой витаминов и соответствующей структуры внутренней полости матки. Вот, значит, при гемофилии. Ну, гемофилия здесь, собственно, заболевание пока неизлечимое, оно как бы наследственное, как говорят, благородная болезнь. Вот, витамины группы В, они имеют, безусловно, отношение к передаче наследственной информации и, в общем, на мой взгляд, здесь вредить, так сказать, не будут. Но мы не можем сейчас с вами перейти в режим дискуссии насчет пользы или вреда естественных и искусственных витаминов. Одно скажу, что я уже об этом говорил, что они между собой отличаются, несмотря на, казалось бы, идентичность формулы, и для организма искусственный витамин менее дружествен, нежели чем естественно и однозначно. Вот, ну вот, я просил вас вначале не задавать вопросы по конкретным, так сказать, людям, вот, однако Анна Угарина, скорее всего, или игнорирует мое пожелание, или присоединилась позже. Вот, поэтому сделаем для нее исключение. И ответим, что да, так делать можно. Вот, при необходимости решения данной задачи. Вот, ну, как бы, тут насчет витамина В12, спирулины. Ну, здорово, что вы обсуждаете, интересуетесь. Я так понимаю, что уже немножко соревнуетесь там в своем, в своей эрудиции, так сказать, в чате. Ну, наверное, уже какие-то вопросы обсудите, скорее всего, и без меня уже, вот, между собой. Да, ну, ребеночка 2 года, ну, таблетку эту нужно дробить, естественно, потому что здесь доза взрослая. Вот, если вы хотите использовать этот препарат, вам придется исхитриться и, в общем-то, его там, пленным образом уменьшить. Видите, естественно, что не надо создавать при этом дробление какие-то острые углы этой таблетки, которые могут повредить просто слизистую рта. Аллергический бронхит. Врачи сказали, никаких витаминов. Можно ли принимать? Ну, потому что аллергический бронхит, врачи считают, что все, что может вызвать аллергию, нельзя принимать. Но это речь идет о синтетических витаминах. Я считаю, что природный можно вполне здесь использовать. Более того, сама аллергия не исключено является следствием этой ситуации. Вот, ну, спасибо за вашу оценку. Наша, как бы, работа подошла уже к завершению. Вот, надеюсь, что вы, в общем-то, примените ту информацию, которую мы сегодня обсуждали. Вот, я, насколько знаю, сам вебинар будет доступен для, так сказать, просмотра уже в записи. Поэтому все те слайды, которые мы более быстро сегодня прощелкали, вы спокойно их тормознете и, в общем, почитаете, и какие-то нюансы, связанные с конкретными витаминами, в общем, для себя будете иметь в виду. Хотя, еще раз говорю, что моя задача сегодня была, как мне кажется, дать вам именно такой единый взгляд, потому что залезать в детали можно, но не всегда нужно. Вот, спасибо вам за внимание, успешной работы и, в том числе, успешной работы с новым продуктом хорошим. Вот, надеюсь, что через год мы с вами будем обсуждать уже хорошие результаты от его использования. Еще раз с наступающим Новым Годом и всего всем доброго! Субтитры создавал DimaTorzok